МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они встретились с представителями предприятий, работающих на территории одного из промышленных парков, расположенных рядом с деревней. Все предприятия, которые сегодня присутствовали, высказали желание вести конструктивный диалог без проведения надзорно-контрольных мероприятий, познакомить со своим предприятием, показать, какие у них возможны источники выбросов, источники неприятных запахов, и уже в конструктивном диалоге принять меры для того, чтобы избавить жителей соседних населенных пунктов от запахов. Уже со следующей недели представители Минэкологии и природопользования региона вместе с окружной администрацией и надзорными органами проверят предприятие в данном промышленном кластере. В планах ознакомиться с технологическими циклами и процессами этих организаций. Если кому-то потребуется заказывать какое-то дополнительное пыль-газочное оборудование, это уже до полугода история может продлиться. Если просто изменить технологический процесс, это всего лишь около месяца. Поэтому посмотрим, оценим, дадим свои рекомендации. В ходе таких проверок специалисты совместно с администрацией округа разработают дорожную карту для комплексного решения этой проблемы. Антон Бутовец, Сергей Денисов и Анна Белова. Новости Большого округа. Алло, водоканал, диспетчер Патрушева Ирина. Добрый день. Что у вас? За одни сутки в Пушкинский водоканал поступает около 60 заявок. Жители сообщают диспетчеру о проблеме и адрес. Эту информацию передают начальнику службы, тот дальше мастеру. А затем бригада выезжает на место работ. Водоканал устраняет канализационные засоры, прорывы водопроводов и протечки колодцев. С момента поступления заявки проходит 10 минут до выезда бригады. Это начинается с утра при поступлении заявки. Если заявки отсутствуют срочные, бригада выезжает в течение 5 минут. В 8 часов начинается рабочий день. Мастер получает задание. Бригада выезжает. Например, сейчас сотрудники водоканала устраняют засор канализационного коллектора на Акуловском шоссе в Пушкино. Бригада с помощью канала промывочной машины проводит промывку сети. Достаем полотенца, салфетки, нижнее белье бывает достаем, камни, кирпичи, ну, все, что может всыпаться в колодец или проникать через через канализацию МКД. Как правило, такую работу можно провести даже за 10 минут. Но если засор сильный и возникли трудности при его устранении, то потребуется значительно больше времени. Час, два, а то и дольше. В день бригады выполняют от, грубо говоря, 4 и до 12 заявок по воде и до 24 по канализации. По воде у нас работает три бригады, по канализации у нас работает три бригады на весь округ. По канализации ситуация намного сложнее из-за неправильного пользования канализационными сетями. За день поступает заявок достаточно много. Стараются отработать все по максимуму. Это не считая аварий, которые нужно устранить в первую очередь. Чаще всего выезжают на засоры канализационных коллекторов. Во время пользования канализации не рекомендуется использовать влажные салфетки, смывать это все в унитаз. Ни тряпки, ни полотенца, ни нижнее белье, ни кошачий наполнитель. Все это завивает, усложняет работу. От этого часто и заявки, и выполнение их затягивается. То есть мы не можем реагировать моментально на засор, так как засор очень много, бригад мало. Поэтому в следующий раз, когда вы решите смыть в унитаз то, что явно не следует туда отправлять, тряпки, влажные салфетки, панперсы, кошачий наполнитель и многое другое, подумайте, чего стоит устранить засор и какие неудобства может доставить вам и вашим соседям протечка канализации во дворе. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Новости Большого округа. В день 90-летнего юбилея Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства посадили две ели. Когда сажают профессионалы, приживаемость стопроцентная. В преддверии дня работников лесного хозяйства в институте прошла Всероссийская научно-практическая конференция, где обсуждали лесное хозяйство на современном этапе. В НИЛМ ведущий научный институт лесного хозяйства Российской Федерации. В нем сфокусированы основные научные кадры, основные разработки. И в НИЛМ национально свою долгую историю, уже 90-летнюю историю, занимается таким на педагоге науки. В том числе и вопросам беспилотника, современными способами лесовосстановления, занимается вопросами защиты лесов от радиации. Практически нет такого направления, чем бы здесь ни занимались. Всеми вопросами, связанными с лесным хозяйством. В холле развернулась выставка достижений. Здесь то, чем гордится институт. Например, беспилотники. Тушить пожар очень трудно, проще его предупредить. Использование дронов помогает в этом вопросе. И распознавать, и таксировать. Куда не дойдет человек, долетит дрон. Помимо технических достижений, важны и селекционные. В НИЛМ на землях лесного фонда вывели 21 сорт диких лесных ягод. Это клюква, голубика, брусника и даже такая редкая в природе ягода, как княженика. Растет она только в диких лесах севера. Научное обеспечение и введение лесного хозяйства Российской Федерации. Вопросы, связанные с экономикой, выращиванием посадочного материала для лесовосстановления. Все это в НИЛМ. В последнее время уделяется большое внимание охране лесов от пожаров и вредителей. В этих направлениях институт занимает лидирующую позицию. Для защиты лесов от болезней применяют современные методы. Уходят от химии, что применялось ранее. Биометоды – это конек института. Особенно востребован в лесах, что расположены близко к городам. В НИЛМ давно был признан главной организацией системы Рослесхоза. И, слава богу, эту позицию институт сохраняет до сих пор. В последнее время институт причинен к первой категории институтов – лидеров. Другие институты, к сожалению, это высокое звание не получили. Это звание, или даже не звание, а уровень определяет Министерство науки и образования. Научная конференция началась с поздравлений и награждений. От имени главы округа Максима Красноцветова и председателя МОСОБЛДУМЫ Игоря Брынцалова выступил председатель Совета депутатов округа. Хочется пожелать вам идти дальше, работать, потому что без вас нет наших лесов, нет наших деревьев. Я хочу вам сказать, что ваша работа очень важна и нужна. 90-е лет – серьезный юбилей для научной организации. В НИИЛ не останавливается на достигнутом, а продолжает быть флагманом лесной науки. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер – Новости Большого округа. Пушкинский присоединился к общеобластной акции по сбору яблок и бахчевых культур для фермерских хозяйств. Сейчас дачники активно собирают урожай, и у многих садоводов возникает избыток овощей и фруктов. Организаторы акции предлагают вместо обычной утилизации сдавать плоды на переработку. Если вы садовод, и у вас в этом году есть излишки яблок либо бахчевых, вы можете принести их прямо сюда, по адресу Красноармейск, Южный проезд, дом 3. Все вторсырье пойдет на нужды фермерских хозяйств региона. Второй пункт сбора расположен у дома номер 4 в селе Ельдигина. Сюда, как и в Красноармейск, привезти излишки овощей и фруктов можно по будням с 9 до 15 часов. Всего в Московской области установлено более 70 контейнеров под избытки урожая. Акция будет проходить до 22 сентября. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»